Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Хочу продолжить тему о том, как спасать орхидеи в жару. Это очень актуальная тема, очень важная тема, потому что даже если не будет у вас ожогов на листьях, то может быть перегревание листа, такой тепловой удар, и орхидейки тоже очень часто пропадают. И очень часто в такой момент они загнивают. Поэтому сегодня я хочу рассказать, как я со своими орхидейками поступаю в такой ситуации. Во-первых, сейчас, наверное, поговорим именно о орхидейках, которые у меня находятся на балконе. Потому что в предыдущем видео я показывала, как я увлажняю свои орхидеи, что я делаю, когда они у меня стоят на балконе. Я их ношу в ванну, я их обмываю, я делаю им такой душ. Ну и все вот эти мои правила я рассказываю в том видео. Сейчас я буду рассказывать именно про балкон, как у меня происходит здесь все на балконе. Смотрите, первое, что я сделала, это позакрывала все занавесками, какие только нашла. Жалюзи мы еще не успели купить, они у нас нестандартные. Мы вот как раз ездили недавно с тем расчетом, чтобы купить жалюзи, но нам они не подошли, потому что у нас, ну, получается, нестандартные окна мы сделали. Ну, естественно, это балкон, как бы о каком стандарте можно говорить. Тем более у меня сам балкон тоже нестандартный. Он у меня идет, получается, полтора метра. Вот, и получается длина, по-моему, 3,70. В общем, нужно как-то из кусков, да, подбирать жалюзи и завешивать. Пока, вот, я завесила как есть, может быть, кто-то скажет, что это там некрасиво как-то. Вот, я тем более повесила просто на прищепке. Когда речь идет о спасении орхидеи, уже за красоту просто не думаешь, уже нужно просто завесить, хоть газетами, хоть какой-то пергаментной бумагой. Нужно все окна залепить. Еще один важный нюанс. Если не закрывать все окна, да, например, закрыть только одну половинку, с которой сильно печет, а другие, да, вот, получается, окна будут открыты, все равно будет очень сильно нагреваться. Потому что, когда солнце попадает, она нагревается, поверхность, да, неважно, это стол, стул, пол, стена, на которой попадает солнце, поверхность нагревается, и, естественно, температура увеличивается. Когда вы закрываете все окна со всех сторон, и там, где сильно прям палит солнце, лучше повесить что-то поплотнее, вот, вы все-таки выигрываете пару градусов, и температура в комнате будет однозначно ниже, это 100%, на несколько градусов она будет ниже, нежели с открытыми, да, полностью шторами, или там, незаклеенными окнами. Это 100%, поэтому первое, самое важное, нужно закрыть все окна полу, хотя бы полупрозрачными занавесками, или жалюзями, или даже той же самой газетой, неважно чем, лишь бы закрыть. Здесь у меня получается восточное окно, здесь как раз-таки, такое полупрозрачное, я повесила, ну, полупрозрачную занавеску. Здесь у меня получается юг, самое пекло, здесь я прям плотные занавески повесила. Жалюзи хотим купить именно такие рулонные, плотные, но такие вот не темные, серые, бежевые. Здесь будет очень красиво смотреться, тем более с моим столиком. Здесь как раз я, видите, снимаю для вас видео. Я недавно заказала именно кондиционер на балкон, он справлялся ровно до того момента, когда наступило пекло выше 40 градусов, да, вот 38-40, уже настолько печет, что просто уже ничего не справляется. И вот у меня здесь на балконе вот такой вот друг появился. Приобрели для того, чтобы именно здесь прям дуло, прям дуло. Здесь у меня стоят как раз-таки реанимашки мамины, стоит бутылка, где я выращиваю деток на цветоносах. Так, и, наверное, расскажу вам второй пункт, это нужно повысить влажность, потому что, естественно, когда жарко, когда сухой воздух, это вообще для орхидеи сразу же губительно. Поэтому можно просто развешивать полотенце смоченной водой. У меня здесь всегда стоит вот такой вот пульверизатор, которым я опрыскиваю не сами орхидеи, а как бы воздух вокруг. Вот так, воздух вокруг, вот так вот я все опрыскиваю, чтобы поднять влажность. Естественно, влажность, если поднимается, плюс вентилятор, и становится намного легче здесь находиться. И, знаете, я делаю такую вот и температуру, и чтобы комфортно было мне находиться. Тогда я знаю, что будет комфортно и моим растениям. Когда мне некомфортно и душно, я понимаю, что моим орхидеям тоже некомфортно, нечем дышать, так сказать, поэтому я тут же беру, начинаю все опрыскивать вокруг и включаю вентилятор. Вот раньше хорошо справлялся с этой целью вот мой мини-такой кондиционер. Он и увлажнял, не нужно было бегать с опрыскивателем, и плюс еще воздух раздувал. Но сейчас, правда, настолько все жарко, что вот приходится вручную опрыскивать и включить большой вентилятор. И еще третий немаловажный такое правило у меня лично. Может быть, кто-то делает по-другому, я не знаю. Каждый борется с жарой по-разному, и у каждого, наверное, жара воспринимается по-разному. Но сейчас, когда очень жарко, я вот опрыскиваю, получается, вот так вот воздух вокруг и мох. Я не даю ему пересыхать, и вот так вот каждый день я опрыскиваю мох. Не поливаю, а именно опрыскиваю. Водичку сейчас я наливаю чуть-чуть больше. Если, когда было прохладно, я наливала воды, чтобы она была, вот, например, возьмем стандартный двойной горшок. Взяла как пример вот эту орхидейку. Смотрите, здесь просто фитильный полив, но у нас стандартный получается двойной горшок. И если, когда было прохладно, я не доливала до внутреннего горшочка, то сейчас, когда жарко, я доливаю до внутреннего горшочка. Тем более у меня во всех моих посадочках первый вот этот вот слой, это идет керамзит. И я наливаю, получается, вот до керамзита, чтобы все-таки орхидейке хватало этой влажности, чтобы корни не пересыхали. Естественно, когда здесь у нас есть водичка, грунт увлажнен, а сверху я опрыскиваю, вот, получается, и создаю такие комфортные условия для своих орхидей. Итак, еще хочу вам показать свой модуль, потому что я все время говорю, орхидейка будет стоять в модуле, орхидейка будет стоять в модуле. И у меня на канале, да, прям много вопросов по поводу этого модуля. Что это за модуль, где стоят орхидейки, непонятно. Но, вот такая у меня есть классная штучка. Называется она настенный модуль. Сейчас, когда будет доделываться уже мой балкон, да, мы его застеклили, но здесь еще много работы в плане утепления балкона и окрашивания стен. Вот, когда балкон доделается, естественно, хотелось бы все побыстрее, но все упирается в финансы. Вот, но я думаю, что в ближайшее время мы этим и займемся и сделаем хотя бы часть работы. И повесим уже, наконец-таки, этот модуль на стену. Мне он очень нравится чем? Здесь идет принцип двойного горшочка, и получается, что воду я наливаю вот сюда. Вот эти вот три, получается, здесь как такие ярусы, полочки, вот, и емкости, емкости с водой. Там нет отверстий, поэтому получается, что орхидейки в них стоят, да, вот в этих вот ячейках. Нет, мне кажется, что будет плохо все-таки видно, ничего не понятно. Это нужно полностью вытаскивать растения, чтобы вам, наверное, все доступно показать. И вот, наверное, когда я уже буду расставлять орхидеи, и, ну, здесь не только орхидеи, здесь есть, вот, смотрите, фаладендрон, розовая принцесса, косая монстера, и вот сингониум. Сингониум у меня здесь конфетти, они отлично смотрятся, но на стенке я планирую потом сделать первый ряд, например, монстера, сингониум, розовая принцесса, и еще докупить пару растений, которые будут свисать. А верхние два яруса, это будут чисто орхидейки. Ну, конечно же, мне бы хотелось еще пару таких модулей заказать себе, потому что это круто. Но сейчас, вот я же говорю, все-таки хочу больше акцентировать внимание на то, чтобы уже доделать балкон, а потом уже докупить и повесить эти модули. Вот такая вот красота, и мне очень нравится. И, повторюсь, это идет по принципу двойного горшочка. Внизу здесь наливается водичка, вот, и ставятся внутри орхидейки. Это удобно, это практично. Конечно, большие горшки сюда не поместятся, никак ты их сюда не вместишь. Здесь идут стандартные 12-е горшки, отлично они здесь помещаются. И помещается, если 12-е горшок, как раз 12 горшков полностью вот в этот модуль помещается. Достаточно много, я скажу вам. Если это орхидейки в размере, например, там 2 и 5, здесь вообще можно, я не знаю, даже в два ряда их выставить, и будет просто колоссальное количество здесь растений. И также я подливаю водичку, да, в каждую вот отдел, в каждую, получается, как, ну, полочку, можно, ярус, да, так назовем. В каждый ярус я подливаю воду раз, наверное, в 3 дня, потому что сейчас очень жарко, и каждый день опрыскиваю свои растения в модуле. Каждый позже день. Работает вентилятор, ничего не загнивает, все отлично, все живы, все здоровы. И самое важное, когда вы опрыскиваете или делаете душевание своим растениям, да, даже полив, честно скажу, даже полив, лучше включать вентилятор. Или приоткрывать окна, чтобы они были на проветривании, чтобы циркулировался воздух в помещении. Это залог успеха. Если воздух будет циркулировать, во-первых, у вас никогда не будет плесень сообразовываться, потому что некоторые мне говорят, Ира, как бороться с плесенью? Вот значит, у вас плохо циркулируется воздух. Если воздух будет циркулироваться хорошо, будут растения обдуваться, никакой плесени, особенно сверху, да, на мхе, просто не будет. Это 100%. Вот. Самое важное, да, если вы поливаете растения, опрыскиваете или сделали душевание, включите вентилятор. Или же откройте, да, на проветривание окошки. Пусть воздух циркулируется. Тем более, зимой, например, я вообще не делаю ни опрыскивания, ни душевания. А когда вот такая вот жара, мне кажется, это прям нужно делать. Это прям, вот знаете, залог успеха. Это опрыскивание и душевание, и увлажнение все-таки помещения. У меня здесь еще стоят малышки. Я вам их покажу. Здесь, вдали от солнечного света, стоят малышки мои. Здесь лежит специально увлажненная тряпочка. Но, видите, она уже высохла. Вот один край видно, что он темный, мокрый. А второй он уже подсох. Сейчас буду опять увлажнять. Малышек я также опрыскиваю. Но не прям в упор, а именно сверху, как бы рожая им воздух. Да, вот чтобы воздух был, пространство было влажно. Не они, как бы, да, не сам мог, чтобы хлюпал. Не у них в точках роста стояла вода, а именно, чтобы в помещении увеличить эту влажность. Это очень важный нюанс. Я когда выставила, получается, видео, где рассказывала про душевание орхидеи, многие мне написали, орхидеи загниют. Нет, мои дорогие, если у вас будет циркуляция воздуха, никакая орхидея не загниет. Все будет в порядке. Потому что я это делаю каждый божий день. Опрыскиваю свои растения. Ну да, душеванием я занимаюсь редко, только цветы, которые стоят внизу на первом этаже. А вверху, ну как получается, на втором этаже орхидеям достается только опрыскивание. Ежедневное, вот в такое пекло. Конечно же, обязательно, чтобы нигде не попадал ни один лучик солнца, потому что орхидейка сто процентов сгорит, потому что будет вода увеличивать, получается, как лупа будет действовать на лучик солнца. Поэтому ни в коем случае все притяните, и можно тогда спокойно опрыскивать растения. Увлажнитель воздуха, если он в такую жару справляется, у вас какой-то большой, мощный, пожалуйста. Ну вот, не знаю, хотя я считаю, что вот этот кондиционер, он очень хорошо выдавал мне влажность, но сейчас в такую жару он не справляется. Я даже не знаю, сколько здесь градусов, надо было померить, вот, но у меня просто сейчас термометр, точнее, гидрометр, он лежит в инкубаторе. Ну вот, в принципе, я вам рассказала. Притянение окошек, увлажнение и вентилятор. Вот, что вам нужно для того, чтобы спасти орхидейки в жару. Всем любви, мои дорогие, всем удачи, всем пока-пока. И, да, хочу прям акцентировать внимание на том, что вот с таким уходом мои орхидейки чувствуют себя прекрасно, и даже эти малышки из фласки.